Две первого февраля стартует запись будущих первоклассников в школы. Заявления в школу могут подаваться как лично родителями, так и через портал госуслуг, что значительно сэкономит время. Однако запись первоклассников с помощью портала госуслуг будет доступна только тем жителям, чьи дети проживают на закрепленных за школами территориях. Определяется порядком записи в образовательную организацию согласно закону об образовании. На муниципальном уровне мы уже сделали распоряжение, где распределены все участки. То есть у нас распоряжение было сделано первое в 2016 году, и в этом году мы его дополнили в связи с введением нового образовательного учреждения, это лицея номер 16. Поэтому на сайте департамента по образованию и в каждой школе имеется распоряжение, где расписаны все полностью участки микрорайонов города, к какой школе они относятся. Для записи ребенка в школу родителям понадобится пакет документов. Для подачи заявлений в электронном виде заявителю необходимо зарегистрироваться на едином портале, получить личный пароль и логин для доступа в раздел «Личный кабинет пользователя». Для записи в первый класс необходимо иметь, прежде всего, прописку родителей в городскую и прописку ребенка. Для поступления в школу директор школы берет копию свидетельства о рождении ребенка, копия предоставляется паспорта мамы или папы с пропиской городской и с регистрацией ребенка, справка с места жительства в обязательном порядке, копия медицинского полюса обязательно, копия с НИЛС обязательно, и медицинская карточка. Но медицинскую карточку не обязательно сейчас, на данный момент времени, если не пройдена комиссия. В следующем учебном году в Кызыле предварительно ожидается более 300 первоклашек. Девятая гимназия города – одна из тех образовательных учреждений, где число желающих записать ребенка в первый класс увеличивается с каждым годом. На текущий учебный год, 2018-2019 год, у нас запланировано 6 первых классов. К численностью в каждом классе по 25 человек. В прошлом учебном году, на 2017-2018 учебный год, также было запланировано 6 первых классов, естественно, 25 учащихся, но, к сожалению, у нас не получилось. Мы открыли 10 классов, пришлось нам открыть 10 классов, по 30 учащихся. Информацию о том, в какой школе закреплено место проживания, можно узнать на сайте департамента по образованию Кызыла, или же непосредственно в самом образовательном учреждении. К нам относятся какие-то улицы Лапсанчапа, Байхакская, Левобережные дачи, территории, которые находятся за Байхакской, за судом. Если родители хотят отправить ребенка в школу, которая не закреплена за улицей, на которой они проживают, то подать заявление в образовательное учреждение они смогут только с 1 июля. При этом обязательным условием является наличие в выбранной школе свободных мест.